Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать в Канаду! Все мои подписчики, новые зрители, все, кто у меня впервые, все, кто меня давно смотрит, я всем очень рада. Всех поздравляю с прошедшими праздниками. Наверное, уже везде праздники прошли, потому что у нас как бы разные расписания. У нас праздники начинаются в конце декабря и ровно 2-го числа, но в этом году попозже, потому что, по-моему, 2-го числа было воскресенье. Не важно. Все отправились на работу, дети в школу. Опять же, не в этом году, но об этом попозже. А в России, например, в других странах Рождество в начале января, поэтому праздники прошли вот только-только. Но, тем не менее, всех поздравляю, всем желаю всего самого-самого прекрасного и наилучшего в новом году. Надеюсь, он будет лучше прежнего и лучше года, который был до этого. В общем, большие надежды на 2022 год. С крестим пальцы и надеюсь, что они оправдаются. Я сегодня с ответами на вопросы, девочки, потому что спрашивают под разными видео, задают вопросы. Я кому-то отвечаю. Я так понимаю, что эти вопросы возникают не только у одного человека, может, у нескольких. Поэтому я вот сейчас так сразу на все отвечу. Кстати, у меня еще все елочка стоит, потому что у нас елки собирают, вот настоящие елки собирают где-то до середины января. Можно как бы держать настоящую елку дома. Потом есть специальная машина, которая ездит, собирает именно эти настоящие елки. Они все идут в переработку. Ну, а если у вас искусственная елка, то у нас, когда мы стояли искусственная, она у нас вообще до февраля стояла. Вот, так что у нас еще все пока по праздничному и атмосферненько. Начнем с вопросов. Значит, первый вопрос спрашивает меня, что происходит в Канаде. Вот, потому что я в своих видео очень часто жалуюсь, что у нас там то закрывают, это вот-вот закроют, магазины, в общем, что происходит. Потому что не во всех странах как бы сейчас одинаковая ситуация, но во всех странах ситуация напряженная. Насколько я вот понимаю, глядя на новости и читая в интернете, что везде как бы неспокойно и везде что-то происходит, какие-то не очень радостные события, так скажем, связанные опять же с тем, что у нас происходит последние два года. Ну, везде по-разному. Вот я сейчас расскажу про Канаду, потому что меня спрашивают, удивляются, потому что практически нигде сейчас нету локдаунов, есть какие-то страны, где что-то закрывается, но их не так много. Ой, простите, я поправляюсь в свой гардероб. И поэтому непонятки происходят, потому что, в общем, Канада довольно цивилизованная страна, и у нас очень довольно хорошая и развитая медицина как бы. Но, как бы да и как бы нет, понимаете, проблем в том, что в Канаде медицина государственная, государственная бесплатная медицина. Все, что государственное и бесплатное, мне, наверное, не надо продолжать, вы понимаете, что это как бы сыр в мышеловке. То есть она у нас очень развитая, у нас очень современные больницы, очень современное оборудование. Вас, если вы заболеете, вас вытащат с того света, прекрасные врачи, но всего этого мало и всего этого не хватает, потому что, повторюсь, опять же, все это государственное и бесплатное. Поэтому ситуация у нас в Канаде такая, что вот в смысле там заболевших и всего такого, мы вообще находимся на одном из самых последних мест, наверное, в цивилизованном мире. Но при этом у нас постоянные локдауны, постоянные закрытия. Вот на данный момент у нас сейчас, на начало января, у нас закрыты школы, дети учатся онлайн. И у нас закрыты рестораны, у нас закрыты спортивные залы, у нас отменены абсолютно все концерты, все мероприятия, все-все-все, в общем, все вот это вот отменили. Магазины, парикмахерские, что там еще, в общем, какие-то салоны, красоты и так далее открыты на 50% capacity, как это у нас называется. Это значит, что в магазин может зайти 50% от того количества, на которое вообще рассчитан этот магазин. То есть, если магазин рассчитан на тысячу человек, что в нем может находиться одновременно, то в магазин сегодня, на сегодняшний день пускают 500 человек. Ну и в зависимости от размера магазина, если это магазин на 100 человек, то пускают 50. На входе стоит один из продавцов с каким-то вот таким вот штукой, типа таймера, и подсчитывает, сколько народу зашло и сколько народу вышло. Это у нас уже было, это мы опять и снова по 33-му кругу пошли опять с этими закрытиями, опять дети учатся из дома. Это все ужасно, неприятно и противно. Закрыты, опять же, рестораны, люди страдают, рестораны разоряются. Государство оказывает посильную помощь, но ее недостаточно, насколько я понимаю. Очень многие вот просто на последнем издыхании, очень многие рестораны уже закрылись. Есть такие, знаете, известные старые рестораны, например, в Торонто, которые стояли там, я не знаю, 50-70 лет, позакрывались. Ну, потому что они, в принципе, не могут выдержать вот этих вот практически два года закрытия и с легкими перерывами там на несколько месяцев, когда им разрешали открываться. Да, это все очень печально. Печатный станок печатает деньги как ненормальный, потому что всем надо помогать, всем, кто без работы остался, нужно платить. И, естественно, инфляция ужасная, естественно, все мы это будем, как бы, все это пройдет по нашему карману, по нашим кошелькам, потому что, естественно, где государство брать деньги? Государство берет деньги из карманов своих граждан налогами. Ну и поднятие цен, все очень подорожало, естественно, все это, конечно, мы оплачиваем. Простые люди, которые работают и платят налоги. Вот. Значит, у нас очень много, у нас очень высокий процент привитых, причем уже даже по два раза точно, уже очень многие привились по третьему разу, поэтому тут как бы вот тоже все нормально, но тем не менее. Значит, давайте я приведу такой пример, что, например, в Канаде за все время пандемии заболевших было 2,5 миллиона человек. Диагностированных с этой модной болезнью, в то время как, скажем, в Соединенных Штатах за последние несколько дней каждый день заболевает миллион человек. То есть можете представить, что уровень заболевших в Канаде достаточно низкий, и, в общем-то, ситуация, в общем, совсем неплохая. Ну, потому что у нас народ очень дисциплинированный, все носят маски, хотя у нас маски нужно носить только в помещении, на улице маски носить не обязательно, никогда не было того, что заставляли людей носить маски. На улице, в помещениях тоже как бы закон, все обязаны носить маски, никого не заставляют, но все дисциплинированно носят маски. У нас не очень скучное народонаселение, то есть, да, в больших городах, Торонто, Ванковер, Монреаль, да, в общем-то, народ-то живет довольно плотненько. А вот в пригородах у нас тут все в своих домах, в общем, особенно как бы нету большой скучности, за счет этого тоже заболеваемость низкая. И, в общем-то, все было бы хорошо. Опять же, повторюсь, я проверила, что, например, за один день только в городе Нью-Йорке заболевших больше, чем во всей Канаде за один день. То есть, вы понимаете, что у нас, в принципе, по идее, ситуация должна была быть намного лучше, чем в других каких-то странах, в тех же штатах, но в штатах при этом абсолютно везде все открыто, ничего не закрыто. Это школы работают, рестораны работают, в магазинах пускают кого угодно, сколько угодно, в любых количествах, а у нас локдаун. Происходит это, опять же, по причине того, что наша медицина, передовая канадская медицина, не рассчитана на какие-то катаклизмы и на какие-то стихийные беды, а наши больницы и реанимации уже переполнены при вот таком вот небольшом количестве заболевших. Во всяком случае, насколько я знаю, в провинции Онтарио на 14 миллионов населения. Если в реанимации на всю провинцию лежит 500 плюс человек, это уже катастрофа, стихийные бедствия, нас уже как бы закрывают и все. Вот такая вот у нас система медицинская, поэтому вот такие вот у нас проблемы. Так, и вытекающий из этого же вопрос, почему у нас в магазинах так пусто, почему у нас такой бедный ассортимент в магазинах и что вообще происходит. Я вам хочу сказать, что это правда, я же ведь хожу снимаю, я все время жалуюсь, я все время конючу, что вот, нечего снимать, у нас так все плохо, у нас такой пустые полки, пустые вешенки, пустые полки. Я знаю, что не только у нас, я знаю, что в Соединенных Штатах, а я хочу сказать, что Канада абсолютно предаток Америке, Соединенных Штатов. Все, что происходит там, у нас происходит в три раза хуже, в 10 раз хуже. То есть, если там какие-то проблемы экономические в Америке, то в Канаде вообще все рушится. Если там не хватает чего-то в американских магазинах, то в Канаде это вообще пустые полки. Ну так вышло. Ну что тут поделаешь, мы ничего не можем с этим сделать, потому что Америка это наш сосед, единственный. И Канада такой небольшой предаток, такой 52-й штат Соединенных Штатов, который в принципе все, все абсолютно экономически, территориально, в общем абсолютно во всех отношениях зависит от штатов. Поэтому я слышала, что в Штатах тоже немножко какая-то легкая нехватка. Во всяком случае, пустых полок нету, но такого изобилия, как было раньше, тоже нету. А у нас пустые полки, потому что вот есть сейчас какой-то, как это называется, шортич в рабочей силе в Америке и у нас, то есть людей не хватает. Опять же, говорят, по причине того, что поскольку наше правительство американское и наше, всем, всем, всем платят деньги за то, что люди не работают, сидят дома, причем в больших количествах люди не работают, сидят дома, не хотят возвращаться на свои рабочие места, получают эти деньги от государства и не хотят работать. В результате чего, по слухам, в Калифорнии стоят неразгруженные корабли огромные, которые привозят на американский континент, других континентов, в основном с китайских континентов, в кавычках, продукты, товары и так далее. И вот все это стоит неразгруженное, потом никто не хочет это перевозить, в общем, не хватает перевозчиков, не хватает грузчиков, не хватает всего, не хватает, потому что люди не хотят работать, потому что и так получают деньги от государства. Я, честно говоря, не знаю, насколько эта теория верна, потому что, насколько я знаю, что перевозчики, то есть трак-драйверы получают такие огромные деньги, что никакими вот этими подачками государственными, которые сейчас там выдаются тем, кто сейчас остался без работы, их не возместить. Это как бы совершенно несравнимые деньги. Поэтому, честно говоря, я не знаю, что происходит, но вот всякие разные такие разговоры, и понятно, что происходит какая-то лажа. Да, но еще говорят, что там вот эти вот связи прервались логистические, что вот компания логистики, значит, поскольку были перебои с перевозками. В общем, девочки, это все так сложно, я не буду вдаваться в какие-то такие страшные экономика, политико-экономические рассуждения, но факт то, да, действительно, у нас в магазинах как-то все очень плохо. Все очень плохо с товарами, полупустые полки, причем это как началось вот пару лет назад, когда начались локдауны, так это и продолжается до сих пор. У меня еще есть такая мысль, что наши магазины, поскольку они очень долго стояли в локдаунах, больше, чем, по-моему, в любой стране мира, они на этот год, видимо, заказали меньше товара, чтобы он у них там не валялся ни тух, тогда, когда все магазины закрыты, то все это не продается и лежит на складах мертвым грузом, поэтому они на этот год, предвидя то, что, так сказать, локдауны будут продолжаться, решили, что они не будут просто завозить к себе такое количество товаров, то есть товары не были заказаны, и вот в результате сейчас эти полки полупустые, да, собственно говоря, они и были правы, потому что, честно говоря, то, что у нас магазины открыты до сих пор, я вообще считаю, что это какое-то чудо. Вот, честно говоря, все, что у нас сейчас происходит, то изо дня в день мы ждем того, что у нас и магазины закроют, и вообще нас опять посадят в этот глухой локдаун на несколько месяцев, поэтому вот мой контент примерок я стараюсь снять как можно больше, потому что мне в тюрьме кажется, что вот еще чуть-чуть, еще день, еще два, еще три, и нас как бы опять посадят вот в этот вот, в эту темную бочку с этого локдауна. Ну, короче, все, давайте закончим с плохим, или вообще с какими-то рассказами про Канаду, вернее, не совсем закончим, а закончим с рассказами все, что касается вот современной ситуации в Канаде, давайте я немножко перейду к вопросам о себе. Значит, меня спрашивают, сколько же у вас детей? Дида, такое впечатление, что вы сами не знаете, сколько у вас детей, потому что я все время говорю, у меня трое детей, потом я про своих мальчишек, которые здесь, вот мой старший, мой младший, а как же трое детей, если и старший, и младший, а где же еще третий между всем этим? Я сейчас объясню, у меня действительно трое мальчиков, старший мой сын, ему сейчас 33 года, он не живет в Канаде, он живет в Израиле, он приехал с нами в Канаду, потом он вернулся в Израиль, страну, где он вырос, которую он любит, в которой он хочет жить, он на тот момент был взрослый уже человек, я как бы поддержала его решение, не то, что поддержала, я как бы не... Ну, это его решение, он взрослый человек, я не могу сказать, что я счастлива, потому что это моя, так сказать, сердечная рана, что он не живет с нами, что он живет далеко, и мы очень редко видимся, но он, опять же, повторю, взрослый человек, и он решил сделать этот выбор, я такая мама, что я никогда не давлю на своих детей, все решения, которые они принимают, они принимают сами, но уже когда они находятся в таком взрослом возрасте, и еще здесь в Канаде с нами живет еще двое мальчишек, моих детей, одному 21, одному 18, и поэтому у меня вот это вот такой, знаете, диссонанс все время, что у меня трое детей, но у меня двое мальчишек, потому что двое мальчишек, которые живут со мной дома, а они как бы вот это мои дети, которые сейчас живут со мной, а старшенький уже как бы от нас отпочковался и вообще живет в другой стране, что не делает его меньше моим мальчишкой, но вот это вот все время какая-то путаница между тем, что у меня трое детей, и вот эти двое старший и младший, которые сейчас здесь с нами, значит, вот я объясняю сразу вот это вот, чтобы не было больше никаких вопросов. Теперь вопрос про мужа, поскольку я показала своего мужа несколько раз, последних видео, вот новогодних, там мы собирались на Новый год, и еще где-то я показывала своего мужа несколько раз, спрашивала, сколько ему лет, где он работает, кем он работает, мой муж на год меня старше, ему 56 лет, и он работает так же, как и я, инженером, дизайнером, проектировщиком в компании, значит, производящей там, неважно, железяки, какая разница, сложно объяснить. И вопрос про мою работу, девочки, потому что, опять же, возникает вопрос, потому что я рассказываю всем, что я работаю из дома, я работаю из дома, а потом каждый раз, когда я делаю какие-то примерки, я говорю, я иду с работы, я вот с работы, и меня спрашивают, так вы работаете дома или выходите на работу? Я работаю из дома уже практически два года, с марта 2020 года, где-то числа 16 или 17 нас так отправили домой, всем выдали по компьютеру и сказали все, чтобы вы сидели дома, и будьте мне все здоровеньки. Но раз в неделю у меня есть свое расписание, свой день, когда я хожу на работу буквально на 3-4 часа, потому что есть вещи, которые нельзя сделать из дома, я должна напечатать чертежи, я должна закрыть проекты, я должна сделать пэкидж для продакшн, для производства нашего, и это невозможно сделать из дома, и опять же, когда я прихожу на работу, то нужно давать саппорт нашему продакшн, то есть у людей всякие вопросы, когда могут мне, конечно, послать иммил и позвонить, но это не совсем то, когда человек находится непосредственно на месте, то вот встать, значит, сделать брейнсторм над чертежами, значит, умно что-то там порешать. Намного проще сделать, когда мы все вместе находимся в одном помещении, чем все это, знаете, через иммил и через телефон, это немножко такой испорченный телефон получается, поэтому вот раз в неделю на 3-4 часа я хожу на работу, и, как правило, уже, поскольку я оделась и накрасилась, я уже оттуда еду что-то снимать, потому что, чтобы красоте лица не пропадать, даром, поэтому так вот получается. Еще я хочу сказать, что, да, мне, значит, в одном видео одна дама написала, что, когда я сказала, показывала, как я ездила на работу, и себя немножко показывала на работе, и я сказала, что в час 12 часов я еду на работу, потом в 4 часа 4.30 или 5 часов я сказала, что я уже еду домой, она сказала, неплохо же вы работаете на 3 часа, приехал человек на работу, и как бы это, да, ну вот сейчас так получается, что действительно физически на работе я нахожусь там 3-4 часа, а так-то я работаю из дома, работаю не менее интенсивно, поверьте мне, что работа из дома, несмотря на то, что она дает достаточно много свободного времени и как бы удобный график, так скажем, я иногда сижу за компьютером там до 8-9 часов вечера, когда нужно что-то срочно сделать, чего я никогда не делала, когда я ходила в офис, потому что офис закрывается в 5 часов, и все, и все должны идти домой, а тут, когда надо, так я могу сидеть и сидеть. Вопрос вопросов, что-то вы, деточка, поправились, да, деточка действительно что-то поправилась в последнее время, даже не вопрос, а как такое утверждение, я очень поправилась в последнее время, вот это вот 2 года сидения дома, как знаете, ну как бы, я не знаю, ну вот я слабый человек, я когда вижу еду, у меня, так сказать, падает крыша, тогда, когда я нахожусь близко от холодильника или от своего шкафчика, где находятся всякие орешки, шоколадки и так далее, меня это просто, вот знаете, ну, мягко говоря, слабый я человек, и я хочу сказать, что я очень-очень-очень недовольна, я очень недовольна собой, я очень недовольна тем, что я поправилась, я каждый, каждый практически день, понедельник, вторник и среду, и то, как к выходным, я понимаю, что опять у меня ничего не получилось, даю себе слово, что вот сегодня я встану, и я не буду хомячить там все подряд, все, что глаза мои видят, а буду так вот, займусь наконец-то, начну интервально голодать, начну там, не знаю, там до 12 часов не буду кушать, с 12 до 6 поем, и потом не буду есть больше, в общем, короче, каждый день я клятвенно себе обещаю, каждый день я клятвенно это обещание нарушаю, и я, правда, это действительно очень неприятно, но плюс праздники сейчас вот, да, только что закончились, очень мы хорошо питались во время праздников, кстати, я сегодня прочитала такую шутку, что нечего на праздники пенять, ты и в августе была жирная, поэтому, поэтому, да, как бы вот очень выгодно говорить про то, что праздники прошли, и, в общем, вот так вот мы теперь все поправились, я еще до праздников уже поправилась, хорошо, на праздники, конечно, добавили к этому, есть у меня в планах взяться за похудение, даже, возможно, устроить на канале у себя целое вот такое вот, как бы, показательное выступление моего похудения, если честно, я боюсь на это решаться, потому что на миру худеть, как бы, вроде бы проще, потому что легче, когда за вами кто-то смотрит, и вам стыдно, и вы становитесь, как бы, жертвой вот этого вот того, что вы, как бы, жертвой в кавычках, ну, понимаете, получается, что человек, когда вот что-то пообещал публично, то очень стыдно потом нарушать это обещание, и очень, вы знаете, вот было, опять же, до пандемии, и до сих пор они существуют, но сейчас-то все, наверное, онлайн, есть такая группа, называется Weight Watchers, это, если переводится на русский, это как люди, которые смотрят за весом, и это, они собирались в такие группы, и они приходили там раз в неделю, все публично взвешивались, и вот было основано это на том, что люди, как бы, друг перед другом, было стыдно, что если ты приходишь через неделю, ты взвешиваешься, твой вес больше, чем был там неделю назад, тогда тебе так стыдно, ты такой, ой, там, ребята, я больше не буду, простите меня, а это, знаете, как эти анонимные алкоголики, там, я такой-то, такой-то, я бросил пить, и вот приходят в эти группы, и вот так то же самое с этим, я бросил кушать, и вот так, и поэтому получается, что, как бы, это как-то помогало, что люди собирались группами, и как бы, вот друг с другом, вот было стыдно, а сейчас, наверное, все онлайн, это все, конечно, все не то, и вот люди, когда худеют, начинают худеть на своем канале, значит, публично, говорят, вот давайте будем смотреть, взвешиваться и так далее, я видела несколько каких-то блогеров, конечно, ничего у них на самом деле не получалось с похудением, потому что я видела несколько блогеров, которые худели вот так публично, и в конце концов бросали это дело, и, в общем-то, в них летели тапки, и они, в общем, мне было стыдно, поэтому я боюсь, если честно, за это браться, потому что, с одной стороны, это мотивирует, с другой стороны, очень стыдно не сдержать своего обещания, и я, поскольку боюсь, что я его не сдержу, поэтому браться за это публично, как-то вот я так думаю над этим, но пока не знаю. Ну и последний вопрос, самый главный вопрос последних нескольких, наверное, месяцев или полутора где-то. Что с губами? Что с губами? Девочки, глазастые мои зрители, наблюдательные мои, любимые зрительницы, я не отрицаю, что я делаю со своим лицом всякие косметические процедуры, у меня даже есть целое видео на эту тему на канале. Я не хочу красиво стареть. Я смеюсь, я шучу. Я не хочу стареть. Не хочу стареть. Как это сказать? Я понимаю, что никуда мы не денемся, что все равно старость нас настигнет. Ну в каком смысле старость, понимаете? Это тоже целая отдельная тема, потому что старость это не только внешность, это болячки, это все в голове, это знаете, и вообще это слово старость оно как бы ну не совсем может быть соответствует тому, что сейчас в мире происходит. Сейчас люди не стареют, сейчас люди взрослеют, люди становятся более, ну вот по-английски это называется mature, более взрослые. Вот в английском языке даже слово старость, она как-то сейчас не употребляется, потому что это как бы ну не совсем корректно, а у нас все вокруг корректности. Мы все очень корректные сейчас, мы боимся сказать неправильное слово там, где не надо. Так вот, употреблять слово mature, которое означает взросление, не старость. Так вот, мое взросление происходит, естественно, как у всех у нас, никуда от этого не деться, но я стараюсь сохранить как можно дольше, так скажем, я не стараюсь молодиться, я стараюсь выглядеть хорошо на свой возраст. И я, да, делаю всякие косметические процедуры, делаю их нечасто, и я вот где-то в начале ноября, да, то есть фактически два месяца после, в начале ноября я кое-что там сделала со своим лицом, между прочим, я вам хочу сказать, что я, наверное, целое видео отдельно запишу на эту тему, потому что это может быть некоторым людям интересно, девочкам. И первое время после того, как я сделала эту процедуру, знаете, шоу must go on, куда деваться, видео надо записывать, а некоторое время, может быть, там недели, полторы, две, вы находитесь не совсем в таком виде, что вам хочется вообще показывать себя кому-либо, но надо было снимать видео, поэтому я там что-то замазывала, примазывала, там синяки, закрашивала, мазала и так далее, в общем, пыталась отвлечь внимание, но все-таки глазастые девчонки заметили, да, я расскажу, я немножко сделала какие-то косметические процедуры, ничего, ничего такого супер-пупер серьезного, небольшие, так скажем, процедуры, поэтому, наверное, об этом я расскажу в отдельном видео. Ну, да, сделала, кое-что сделала, немножко губы, немножко там, немножко сям, поэтому вот что с губами, это был вопрос вопросов, потому что недели две после этой процедуры я действительно выглядела не самым таким презентабельным образом, но видео записывала и выглядело это не так, чтобы вот самым лучшим образом, поэтому все, девочки, наверное, я закончу на сегодня уже и так очень долго, очень длинно, половину наверное, вырежу, потому что, как всегда, разболталась как всегда, не могу остановиться люблю, целую, привет из Канады всех с праздниками еще раз с вами была ваша Дита, подписывайтесь ставьте лайки, пока-пока, бай-бай